Сегодняшняя неделя называется неделя расслабленного по тому евангельскому чтению, которое мы слышали сегодня за Божественной Литургией. Всем очень известный отрывок, как Христос приходит в купель, которая была в Иерусалиме на праздник. Видит там человека, который 38 лет, лежит там уже расслабленный, парализованный фактически, и не может найти исцеление. А в эту купель на всякое лето, ежегодно, ходил ангел Господень, возмущал воду, и тот, кто в эту воду заходил после этого, тот исцелялся от всякого недуга. Господь подходит к нему и спрашивает, хочешь ли быть здоров? Он говорит, хочу быть здоров, но нету человека, который бы помог мне войти в эту купель. Всегда кто-то впервые в меня входит. И тогда Господь говорит ему, вставай и ходи, возьми отдых свой и ходи. И, конечно, с одной стороны, у каждого евангельского отрывка есть много смыслов разных, в том числе и догматический смысл. Образ купели – это образ крещения, который способен исцелять всякий грех человеческий, который исцеляет человеческую природу, человека парализованного грехом. Это прообраз крещения такой. С другой стороны, мы видим, что Господь дает силу этому. И иногда чрезвычайным образом Он так действует на человека по его вере, по его желанию, по его обращению к Богу. С другой стороны, мы видим здесь и силу Божию, но и вместе с тем трагедию человеческого равнодушия, можно так сказать. Мы помним другого расслабленного из евангельского чтения, которого четыре друга принесли, приложили к ногам Христа, и он тоже был исцелен. У того человека нашлись аж четыре человека людей, которые смогли оказать ему любовь, помочь ему нужде, принести его ко Христу. У этого человека не нашлось ни одного. И он 38 лет ждал человека, людей. Много, наверное, его видели, много его знали, все проходили мимо, непонятно, что они думали. Может, он не хочет сам как-то побыстрее войти, может, кто-то сильнее болен, чем он, и так далее, и так далее. На следующий год, может быть, я помогу ему, когда сейчас первый исцелюсь, потом я помогу. А может быть, вообще не думали, не обращая внимания на него. И вот он ждал в его душе все вот эти чувства обиды наверняка, возмущения, как-то они поднимались. За 38 лет наверняка он пришел в такое устроение, что уже спокойно ждал того, что будет. Столько раз у него это уже не получалось, эти его попытки, что он уже, наверное, был готов принять любовь, вот того, что произойдет. И вот в такое вот устроение человека он встречает Господа, который его исцеляет. И это, конечно, образ, с одной стороны, для всех нас, как мы должны быть внимательны к другим людям, потому что такие же расслабленные, больные, немощные люди, они находятся вокруг нас постоянно. Мы тоже куда-то идем по своим делам, не видим. Хотя вполне можно и нужно увидеть человека. Кому-то нужно просто подойти поговорить, кому-то нужно участие какое-то физическое, помочь действительно что-то сделать в каком-то деле. Кому-то достаточно слова, душевной поддержки, внимания. Вот этого будет достаточно, чтобы человек исполнился жизнью. Потому что парализованный человек, он как человек без жизни, он не может действовать. А мы исполняемся жизнью в церкви, обращаясь в Духа Святого в Таинствах, приобщаясь к источнику самой жизни, можем эту жизнь возбуждать от других людей. Через общение, через молитву за них, через общение, через какие-то дела, которые мы можем сделать для них. И вот эта жизнь должна распространяться дальше и дальше. Если она заканчивается на нас, значит жизнь заканчивается и в нас потом, в конце концов. Потому что для того, чтобы она продолжалась, она должна идти дальше. И это евангельское чтение, это, с одной стороны, конечно, образ великой милости Божьей, который каждому человеку может экстренно явиться в любой момент его жизни, если он к этому готов, если он обращается к Богу. И изменить ситуацию физической болезни или жизненную ситуацию, состояние душевного каких-то грехов наших. Это может измениться по мгновению Божьей в один момент. Но, с другой стороны, это и призыв всем христианам быть теми руками, через которые Господь действует в этом мире. Образ 38 лет человек лежит, и ни одного человека не нашел, с которым бы согласился помочь ему. Поэтому в эти пасхальные радостные дни призываю всех радоваться о Христе Воскрешем, призываю дарить эту радость окружающим, стараться действительно помочь, поддержать словом, делом, молитвой всех тех, кто в этом нуждается. И тогда и наша радость, она будет продолжаться, она будет расширяться, она будет всегда с нами. Аминь. Христос Воскресе! Болитву Воскресе! Болитву Воскресе! Продолжение следует...